Четырехлетняя Стеша самая маленькая участница соревнований, но несмотря на свой юный возраст, Степания опытный игрок. Играть учат мама гроссмейстер и бабушка мастер спорта по шашкам. Сегодня партнер Стеша Валерия Богданова дважды победитель сочинских соревнований. Учим младшее поколение потихонечку, потому что шашки достаточно мало уже играют. Нужно развивать эту игру с моей точки зрения. Шашки игра увлекательная, стратегическая, развивающая интеллект, так говорят сами шашисты. А еще не забывают напомнить, что впервые в истории шашки упоминаются как мать шахмат. Неразлучная шахматной доской вот уже шесть лет и Марьям Шагабединовна. Отмечает для участников фестиваля в категории ветераны-инвалиды этот фестиваль настоящая душина. Для нее же незаурядное хобби вообще превратилось в работу. В день закрытия фестиваля ей вручат удостоверение заместителя председателя Международной Федерации Русских Шашек. Мы становимся как слитой командой. Но помимо того, что у нас одна команда, а команда здесь большая, мы приходим. Это еще одна семья, большая семья, которой мы встретились на улице, поздоровались, мы пошли на пляж. Шашисты уверены, играть в шахматы легче. А шашки есть русские, есть стоклеточные, японские, канадские. Всего 20 наименований. Это и мешает их пропаганде, отмечают мастера. Шашки – это не спорт. Я заявляю, как-то удивительно слышать слова такие от президента Международной Федерации. Это инструмент для воспитания нормального поколения. Умение посчитать на пару ходов вперед в жизни. Вот что надо российскому поколению сегодня. Умение посчитать в жизни на пару ходов. Вот шашки этому учат. Участники соревнований играют не только в шашки, а еще в теннис, нарды, дартс и шахматы. Организаторы большое время уделяют отдыху участников и делают его разносторонним. А через год обещают привезти в Сочи новых разрядников, гроссмейстеров и кандидатов в мастера спорта. Торжественное закрытие соревнований состоится 4 октября.